Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары! Мы из Украины. Вот вы все спорите о том, что несостоявшееся увольнение Залужного было фейком, и что несколько непозитивных блогеров просто нагнали шума ради пиара. А между тем, смотрите вы не туда. Вы думаете, что вас хотели обмануть, но не смогли? А на самом деле все у них прошло успешно, просто за шумом этого не видно. Эта операция удалась на славу, и шаурмист находится в прекрасном расположении духа, ибо ему удалось всех обвести вокруг... пусть все же будет вокруг пальца. По порядку, что мы знаем? Зеленский давно в игре. Очень давно. Он ничего больше не умеет и учиться не желает, но придумывать и играть сериалы он умеет превосходно. А в сериале главное что? Правильно. Интрига. Хитросплетение характеров и судеб в хороших сериалах. И хитросплетение ситуаций, положений в плохих. Если в сериале вы видите, как главный персонаж в самом начале плюхается пятой точкой на асфальт, знайте, перед вами низкопробный сериал, рассчитанный на поржать. Бриллиантовая рука не в счет, то была пародия на пародии. Там этот прием как раз вполне уместен. Кажется, в ситуации, о которой мы говорим, этим главным героем должен был быть генерал. Это только кажется. В конкретной ситуации этим главным героем были все те, кого сейчас белая польта называют паникерами. Но я забегаю вперед. Держать зрителя в напряжении такие сериалы не умеют. Именно поэтому их так много. Они умеют только встряхнуть каким-то трюком, приколом, небылицей. Поэтому им жизненно необходимо плодиться, как кроликам. Важно только количество, неважно в каком качестве, иначе их не будут смотреть. Это элементарная психология. Я сейчас не открываю никакой Америки, просто ситуацию подсвечиваю. В таком продукте необходимо постоянно выискивать лихие, бессмысленные повороты сюжета, которые бы резко привлекали внимание зрителя и давали возможность сразу после показа этого момента давать рекламную паузу, которая и принесет необходимые бабосы производителю и прокатчику телемыла. Пока понятно, излагаю логику. Поглядим, что мы имеем в ситуации с псевдоувольнением заложного. Я просто опишу последовательность событий, известных нам так или иначе. Ермак благополучно валит из Киева в командировку, чтоб, не дай Боже, не подпортить шкуруку, пробачьте рейтинг. С самого утра начинается какой-то кипиш, пишут про какой-то движ на самом верху. А днем ранее, кстати, ко мне доходит информация о том, что несколько офицеров вдруг резко меняют дислокацию из Киева на другие города, оправдывая это тем, что в Киеве становится жарковато. Буквально. Ни с того, ни с сего меняют дислокацию. Я, каюсь, не придал этому значения. Вода варится, обыватель ничего не подозревает. Настает час-ча. Проходит совещание. Хоть бы утик, после него озвучивает свою хотелку. Генерал отказывается со всем уважением и бла-бла-бла. Найволычнейший настаивает. Главком снова отказывается от всех возможных вариантов. Верховный уверяет, что все равно это сделает, так или иначе. Залужный приходит в располагу, ошарашивает подчиненных сообщением о своем увольнении. Новость мигом разлетается по стране и миру. Зеля меняет планы. Белая Польта и Гарантоеды начинают мочить паникеров. Паникеры аргументированно оправдываются, но их уже мало кто слушает. Игра состоялась. Раунд выигран. Все учел? Кажется, что все. Но это лишь сюжетная линия. Самое интересное под ней, несколько глубже. Я не хочу обсасывать тему того, что все потенциальные кандидаты на должность главкома отказались от предложения. Не хочу вникать в возможные перипетии распространения этой новости и реакции на нее. Мне по барабану реакция Запада сейчас, хотя западные СМИ на все лады обсасывают эту новость, высказывая предположения и светя своих инсайдеров. Я задаю первый вопрос. Был ли уверен владелец наивылычнейших Фаберже, что генерал откажется от столь заманчивого предложения? Хороший вопрос, согласитесь. Это важно, потому что именно от ответа на этот вопрос зависят ответы на все остальные. Ведь если он был уверен, что заложенный отправит его за кораблем, то почему не провел подготовку и не выбрал, и не договорился с конкретным кандидатом на этот пост заранее? Ведь мы не услышали в новости тем вечером никаких вариантов, был только один – уволен, как свершившийся факт. Этот факт нас подводит к мысли, что либо Зе был уверен, что ситуацию так или иначе он разрулит, либо… Вот. Вот, хунтуберы, вот он тот самый момент. Ради придумывания, решения таких задачек продюсеры не спят ночами, а исполнители ролей ротом не снимают никогда грим, чтобы в любой момент оказаться вовремя в нужном месте. Ведь если взять за основу мысль, что Зе не был готов все свершить в одночастие, тогда все остальное становится ясным, простым и понятным. Итак, вы просмотрели, прослушали и приняли участие в еще одной серии бесконечного сериала под названием «Выбери меня». Поясняю логику событий. В любом сериале есть так называемая «вилка событий» или параллельный сценарий. Они пишутся для подстраховки. Вдруг герой попадет в больницу, либо резко сменится локация, либо бюджет урежут, добавят опционально. Да мало ли что может в реальной жизни произойти. А сериал — это производство. Точно такое же, как «Завод» или «Железная дорога». И тут не может быть места случайностям, потому и пишут параллельные сценарии для подстраховки. И даже иногда актеров подбирают в дубль. Но это не про нашу историю, конечно. У нас все на максималках, все в реалити. Ставка — страна со всеми людьми и ценностями. И тут бы, конечно, толкового кого в руководителе. Тут бы опыт, тут бы взвешенность, тут бы переговорного мастера. В общем, попробуйте переосмыслить с этой точки зрения произошедшее, да и вообще все происходящее. И вам станет настолько просто и понятно, что вы еще не раз выдохнете. Ох и нудный этот пенс! Почему сначала пошли слухи? Почему сначала прошло совещание, и только потом были озвучены хотелки? Заметьте, без претензий. Только хотелки — это тоже важно. И ведь мог он на совещании озвучить увольнение? Мог. Это было бы вообще эпично. Убираем генерала, ставим вот этого. Я царь, я решил. Поль-то в восторге. К ним примыкают неопределившиеся, к ним подваливает толпа воздыхательниц, выводят белого коня, царь взбирается на него и молвит историческую речь. Мировые СМИ в агонии, россиянские бояре в восторге, в зет-пабликах ликование, сам бункерный рукоплещет. Ну, чем не прекрасное завершение карьеры пенсиониста? Представляете себе дальнейшее развитие событий? Конечно, вы представляете, хотя представлять и не хотите. Но нет, звезды на тот момент еще не сложились, и пришлось возвращаться к параллельному сценарию, он же основной. А ведь как хотелось, как хотелось. Как ни крути, банковая отдавала себе отчет в том, что в этот раз, скорее всего, не выгорит. Слишком бурная реакция была в прошлые разы, а потому просто устроили вброс максимально допустимой мощности расчетливо, предполагая, что если сто раз прокричать «волки», то на сто первый раз никто не отреагирует. Расчет в том, чтобы все равно добиться желаемого. Да даже видеоблогера выпустили сразу же после заявлений в интернете. А ведь элементарный подсчет указывает нам на то, что обращение нужно не только подготовить по тексту, гриму, свету, собрать всех участников процесса, записать, смонтировать. Его еще нужно в правильный момент запустить. Тогда, когда это будет наиболее подходящим моментом. И для удачного выбора этого момента все должно быть готово к запуску заблаговременно. Иначе можно допустить ошибку, промашку, дать маха. А в таком случае не сработает рекламная пауза, о которой я говорил вначале. Ее не посмотрят, товар из нее не купят. Все зря. Такого промаха сценаристы допустить не могут никак. Единственный, кто тут вообще молодец, так это Ермак. Обеспечил себе абсолютное алиби на любой из сценариев. Кстати, не объясните срочный визит Виктории Нуланд в Киев на этом фоне. Не иначе, как паникеров на место поставить прилетел Ась. Будет им делать ата-та и закармливать печеньками. Не иначе. И про печеньки. У меня есть просто сногсшибательная новость. После выхода ролика отчета о закрытии сбора на батальон проходит буквально несколько минут. И я вижу в нашей монобанке донат, который вводит меня в ступор. Вот он, показываю. Я просто онемел. Таких сумм за всю историю канала еще не было. Звоню сразу деду. Радую его новостью, что тепловизоры мы закупаем, а он еще так недоверчиво. А где деньги возьмешь? Ну, я ему про донат рассказываю. Он в крик. Дайте мне этого человека. Я его везде расцелую. А как я ему его дам, если даже комментария под такой радостью никакого нет? Напрыгались от радости в целом знатно. На утро. Пропущенный звонок и сообщение из монобанка. Так, мол, и так клиент просит вернуть ему эти деньги. Ошибся с суммой. Дайте согласие или запретите, и тогда все до копейки останется в вашем распоряжении. Как думаете, оставил я сумму на банке или разрешил вернуть человеку? Вот так выглядела банка в тот момент. Правильно. Деньги вернули. Но это не вся новость. Буквально за несколько дней мы все-таки собрали нужную сумму, и двумя платежами я отправил от вашего имени 136 500 гривен на тепловизоры. Они проплачены. Ждем. Дед на радостях. В очередной раз стал дедом. Ему присвоено внеочередное звание, повышена степень и взяты свежие взносы на тихую пенсию. У него родилась внучка. И она уже передает приветы россиянцам, которые я показываю сейчас на экране. До перемоги. Слава Украине. Слава ЗСУ. Сделайте донат и репост, если вы тоже прагнете перемоги. Долей ролика и Украина в ваших лайках, донатах, комментах и репостах. Тоже, это и будет ваш внесок в перемогу Украины. Продолжение следует.